Шалом, дорогие друзья! Сегодня у нас урок из очень холодного, заснеженного Иерусалима. Весь Иерусалим в снегу, детки очень радуются, а мы радуемся вместе с ними. И пускай сегодняшний урок будет посвящен для Йосефа бен Рахель и для Хая Батфрида, это очень-очень хорошие люди, которые живут в Одессе, построили огромную прекрасную семью, про которых все знают, что если нужна какая-то помощь, они первые, кто готовы помочь. И пускай святость урока принесет им и их близким счастье, удачу, и пускай Всевышний всегда слышит их молитвы. Итак, в нашей недельной главе есть очень-очень известный достаточно закон, что если я даю на хранение какую-то вещь, и эту вещь украли, то, говорит Тора, если найдется вор, пускай заплатит двойной платеж. Вор, который украл, мы его штрафуем, верни саму вещь и заплати сверху еще одну стоимость, чтобы его штрафовать, чтобы люди задумались перед тем, как воровать. Продолжает Тора и говорит, но если нет вора, мы не знаем, кто вор, тогда охранник, которому дали на хранение какую-то вещь, он обязан приблизиться к Богу и сделать клятву, что он эту вещь не украл. Так написано, очень просто. Если есть вор, пускай заплатит штраф. Если нет вора, подойди ко Всевышнему, поклянись именем Всевышнего, что ты сам не воровал, и тогда ты свободен, и с охранником мы деньги никакие не берем, потому что он охранял как мог, но вещь украли. А откуда мы знаем, что он говорит правду? Потому что он приблизился ко Всевышнему, как говорит Тора, и сделал клятву. Объясняет Хасам Сойфер очень интересную вещь, что кроме буквального понимания этого закона, что вор платит дважды, что если нет вора, мы должны поклясться, есть еще другое объяснение этого стиха, этого закона, что каждому Всевышний дает какие-то ресурсы. И Тора говорит, если ты дал на хранение какую-то вещь, если Всевышний, когда Всевышний дает нам на хранение наши вещи, наше имущество, наше здоровье, все-все-все ресурсы, которые дает Всевышний нам на хранение, чтобы мы наши земные ресурсы использовали для святости, мы обязаны за ними следить. Как тот охранник, которому дают вещь на хранение, он обязан за ней следить. Дал нам Всевышний вещи на хранение, и кто-то их украл. Если, не дай Бог, мы будем неправильно себя вести с нашими ресурсами, с нашим имуществом, с нашим здоровьем, вместо того, чтобы ходить в синагогу, мы будем весь день смотреть телевизор, мы как бы воруем эти вещи, потому что мы их используем не по назначению, тогда, если найдется вор, если, не дай Бог, мы уйдем в будущий настоящий мир, и мы еще не сделаем раскаяния, и мы не исправим свои поступки, если поймается вор, будет он платить дважды, то мы будем платить и рассчитываться, расплачиваться за все наши грехи, и наказания будут действительно очень-очень большие. Но если, говорит Тора, нет вора, если мы уже исправили наши поступки, и все хорошо, мы стали использовать наши ресурсы во имя Всевышнего, наши знания, наш интеллект, мы используем, чтобы учить Тору. Какие-то вещи, которые мы умеем, если ты сильный, ты помогаешь другому, если ты богатый, ты помогаешь бедному, спонсируешь синагогу. Если нет вора, и мы все правильно используем, мы не воруем эти ресурсы, а мы их используем для святости, тогда, пускай, подойдет, приблизится человек, охранник ко Всевышнему, что это означает? Что когда человек делает шву и раскаяние, он подымается, и написано, что там, где есть раскаяние, человек, который раскаялся, рядом с ним даже не могут стоять в одном ряду праведники, которые никогда не грешили? Настолько велико раскаяние, настолько велика чува. Итак, у нас есть два понимания. Либо я дал на хранение охраннику, и у него украли, тогда пускай вор платит дважды, нету вора, мы не знаем, кто украл, пускай приблизится ко Всевышнему, поклянется, и охранник свободен. Второе понимание, говорит Хасам Сойфер, что это говорится про каждого из нас. Нам дают на хранение ресурсы, чтобы мы служили Всевышнему. Если мы их неправильно используем, и найдется вор, мы не успеем сделать раскаяние за нашу вот земную жизнь, очень короткую жизнь, тогда шнай мишалем, будем мы платить штрафы двойные. Но если нету вора, и мы справились, и мы правильно себя ведем, веникрав балабайт элейлуким, приблизится ко Всевышнему, твое раскаяние поднимает тебя на такие огромные высоты, где не стоит даже самый-самый лучший праведник. Спасибо огромное за внимание. Давайте вместе учить Тору на проекте Вайкра.